ассаламу алейкум ва рахматулла ва баракату приветствуем всех наших подписчиков всех любителей овец гесарской породы а также средизианских овчарок которых в таджикистане называют саги дахмарда саги чапуни саги туджики вот в казахстане их называют тобет мы также приветствуем тех кому нравятся такие собаки как тайган и тазы тайган это киргизские охотничьи собаки борзы тазы это в казахстане распространенные тоже порода борзых вот мы ведем это репортаж нам прислали из хозяйства нурзада это южный казахстан недалеко от шимкента это селение карабулак там наши хорошие знакомые это юлдашака его сыновья хусмидин айбек дай аллахом здоровья всем вот видите вот у них в а таре тайганы и тазы охраняют а тару что кстати не какой-то оригинально а у нас в джигитале там где киргизов много в таджикистане там тоже среди азиатов не использовали а использовали тайганов эти собаки тоже отважные берут волка они очень красивые и очень подходят для охраны скота тоже хочется отметить что в хозяйстве нурзада у них хорошие гисарские овцы тоже потому что вот большинство овец происходит происходят и взяты в хозяйствах он джимир за карима мирзу рахимова его сыновей воде сама воде наима брали у самандара авдурахмона у пози вот оттуда идет поголовье но также брали у одежда лола мухаммада я не знаю как обду розы хобрали ли нету воде низома брали у этого джумы лакая брали в общем со всего таджикистана собирали они овец и овцы должны быть очень хорошие но опять таки скажу сразу все это на откуп оценка идет на откуп специалистам потому что ни на кого не угодишь сегодня кому что не показывай специалисты находят какие-то изъяны так что сами оцениваете а мы оцениваем здесь вот тайганов и тазы это вот по моему тазы вот серый черный к тайган вот охотятся они очень хорошо это великолепные животные здоровые имеется ввиду здоровье вот этот вот бега это тоже тайган видите очень хорошо себя чувствует самое главное очень хорошо что и айбек вкусный день юлдашака сохранили вот этих породистых животных у себя держит молодцы также они завезли из таджикистана аборигенных средназиатских овчарок и очень хвалят их работу почему здесь мы на кадрах вот именно вот тут не видим средназиатов потому что сейчас у них щенки мы знаем насколько нам прислали видео они а здесь мы видим что поголовье ровная красивая хорошая овец имеется ввиду вот в этих степях как говорится предгорьях водится и волк конечно же нужны и собаки но вот мы видим что из-под снега овцы спокойно гисарской овцы этим и отличается что вот они пасутся весь год могут пастись на вот такой вот сухой траве и требует немного к себе внимание самое главное чтобы их пасли вовремя но мы знаем что и у снегин и куда шака и айбек и вообще хозяйство нурзада очень много почерпнули у моджемирзу карима они к нему каждый год по несколько раз ездили брали как говорится пример а вот здесь не зома а вот эта сука она от джумы лакая это тоже знаменитый был без сара вот он к сожалению умер худорах матку как говорится а вот это вот щенки уже появились на свет и очень довольны в хозяйстве нурзада вот этими собаками говорят что работают они бесподобно то есть вы понимаете что и айбек и и у снегин и удашака люди заняты и чем попало как говорится мусором всяким заниматься не будут вот у них рождаются щенки они тоже я знаю что отправляют своих щенков и на кавказ отправляли и в казахстане раздают и отдают вот посмотрите какие такие вот мордашки появились красивые хорошие опять-таки пожелаем барраката и удашака и айбеку и у снегину вот то что вот они скрупулезно подходят гисарской породе овец даже собак завезли из таджикистана то есть всю технологию и это приветствуется никто не говорит что это не гисарские овцы если не мешать если ни с кем не скрещивать если не приливать крови других пород конечно же это будет гисары хоть они будут даже в антарктиде самое главное правильный уход мы знаем что сейчас вот и на северный кавказ очень много уехала гисарских овец настоящих чистых желаем всем им процветания удачи барраката самое главное не спорить о том кого лучшие гисары а просто вести чистые линии и тогда все будет хорошо самое главное это банитировка отбор вот когда идется правильный отбор когда ведется правильная банитировка тогда и овцы выходят замечательные и и тогда они приносят барракат своим владельцам а вот здесь мы видим что вот это вот терпеливая мама кормит щенят это снималось месяц назад щенки уже подросли конечно же мы почему делаем акцент но тоже на собаках потому что защищают овец в ночное время вот эти именно эти собаки это мы как мы видим что хузинедин и айбек куда шака правильно делают что и тайганов не забывают они я говорю что у нас таджикистане вот в джигитале как раз таки тайганы и работали как охраны при аторные собаки наряду со среднеазиатами так что это все как говорится вот мы показываем жизнь какая она есть мы не у при украшиваем а показываем то что есть это что есть мы рассказываем вот щенки уже подросли и иншалла будет из них хорошие тоже рабочая как говорится стая желаем опять-таки удачи и барраката хозяйства нурзада и желаем все удачи всем тем кто занимается честным трудом опять-таки без споров не нужно выяснять как говорится у кого что есть а просто нужно показывать результаты вот и все желаем всем опять-таки удачи барраката успехов долгих лет жизни и самое главное перенести вот эту пандемию чтобы снова открылись границы чтобы могли друг другу ездить в гости навещать всегда с радостными открытыми частными лицами могли смотреть друг другу в глаза потому что это самое главное в человеке удачи